так кто у нас собирался выступать я вроде как если никто не прошла первой части группа проекта очень хорошо сейчас давайте сейчас секунду демонстрацию сделаю а вот что так означает плохая связь так сейчас ага полный режим есть да 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 давайте я сейчас запишу это у нас какой проект номер 4 если я не ошибаюсь я точно может кто подскажет да хорошо давайте гармоническим колебаниям и первое это по основам и так сказать математика связанная с ним а что здесь гармонические колебания чем у меня другие вот сейчас как раз будет а колебания величина изменяется с течением времени периодически то есть по закону синуса или косинуса основное соображение почему вообще важно исследовать такие вот это то что два века назад еще фурье доказал то что широкий класс периодических функций может быть разложен на сумму тригонометрических компаний ну в одноименный ряд соответственно ну и для нас это важно сейчас что любое периодическое колебание может быть разложено на гармонике с различными амплитудами и частот ну и рассмотрим то как сначала вообще рассматривали подобную задачу рассматривали ее закона гука это когда массивный груз на пружинке колеблется под действием силы упругости ну и вопрос а гук кто такой физик или чтобы подразумевать а чем он известен ну вообще не только конечно законом упругости который разве а кто придумал закон гука хороший вопрос я пока не могу ответить точно не факт что гук тоже формализовал наверное он виде в котором он нам сейчас известен как внешне выглядит гук не я не узнаю простите не знаю а не то надо а вы знаете что ньютон приказал уничтожить все портреты гука да да у них боя у них был конфликт звуком это здорово хорошо да продолжайте ну вот из второго закона не тона мы можем просто записать дифференциальное уравнение 2 порядка ускорение это вторая производная по координате и разделив на м на массу и перенеся все на одну сторону мы можем записать в каноническом для свободных гармонических колебаний видео это вот формула 1 где омега это циклическая частота но это уже обыкновенная линейная однородное дифференциальное уравнение которое решается с помощью характеристического уравнения и используя формулу вспомогательного аргумента так как у нас там две компоненты сесть синуса и косинуса можем получить уравнение 2 здесь соответственно косинус синус не принципиально они просто будут отличаться на и пополам только в фазе ну и характеристики которые для нас важны в незатыхающих там амплитуда период и частота области приложений достаточно большие особенно это механические системы естественно пресловутые пружины мантники соответственно орбитальное движение то то что к механическим относится в плане электричества это естественно переменный ток акустические колебания это распространение колебаний в различных средах биологические ритмы и цикл это циркадные ритмы при том можно учитывать также и внешние воздействия так как световой день там сезонные изменения экономический цикл это цикл кондратьево например можно исследовать хотя там и весьма длительные промежутки рассматриваться но в целом тоже может только кондратьева они же не гармонические и даже более того они же не периодически но почему там же рассматривается примерно каждые 60 лет это называется это конечно же такая физическая модель и все же период потому что это гиперболическое распределение или как вы еще фрактальным называют и с тяжелыми хвостами и его нельзя представить как гармонические колебания давайте мы не будем трогать цикл циклы кондратьева они тут ни при чем хорошо лучше лучше то что нельзя социальные явления это например распространение информации то есть когда появляется какая-то какой-то слух там волна новостей поднимается соответственно и актуальности со временем она угасает вот уже рассматривать как такие вот колебания популяциях это присловутая модель лодки вольтера которая описывает взаимодействие хищников и жертв ну и тоже естественно можно учитывать внешние факторы которые моделируют среду а климатические колебания то вот есть такие интересные приложения это цикла иль ниньо и ля ниньо это колебания температуры в экваториальной части тихого океана иль ниньо это в теплую сторону ля ниньо холодную вот эти вот колебания поверхностном слое океана они влияют очень сильно на климат и вот я даже ссылался там в основном в работе как раз таки на ссылку где исследуется идет иль ниньо и ля ниньо ну дальше перейдем уже к самим классификации гармонических колебаний их 3 это не затухающие затухающие и вынужденные не затухающие мы уже рассмотрели это что то же самое свободные гармонические колебания их решение вот уже видим затухающие колебания тоже те в которых рассматривается трение ну или приложительно применительно к модели с грузом это коэффициент демпфирования то есть коэффициент который отвечает стоит при первой производной ну или скорости соответственно часто это просто трение других системах рассматривается ну и традиционно его записывают форме 3 где коэффициент грамм это b на 2 ну и в следующем на следующем слайде мы сейчас увидим классификацию почему выбрана именно такая гамма и то есть слабо затухающие колебания когда у нас грамма меньше собственной частоты тогда у нас происходит просто осцилляция затухая затухающее с течением времени дальше есть критические затухающие это когда у нас грамма совпадает с собственной частотой у нас за минимальное время возвращается в стационарное положение но при этом в зависимости от начального положения может как бы часть часть так сказать часть цикла может задеться на подъем так сказать величины а вот впервые затухающих колебаний такого не будет у нас сразу же экспоненциально идет возвращение в положение равновесия дальше вынужденные колебания это когда мы к задухающим ну в целом можно и без задухающего рассматривать вынужденные колебания это главное что у нас есть какая-то внешняя воздействующая сила но здесь для иллюстрации резонанса и еще пары величин мы будем рассматривать периодическое колебание внешней силы просто нам будет лучше плане форму для того чтобы решить это уравнение нам соответственно решается сначала однородное уравнение решение которого нам уже мы уже нашли для затухающих колебаний и частное решение так как у нас функция периодическая внешне мы можем найти частное решение и вот она выражается отсюда мы можем получить дальше амплитуду вынужденных колебаний она зависит собственно всех коэффициентов но для нас важно то на что мы можем повлиять и то что используется применительно к резонансу то есть это соотношение между собственной частотой системы омега-0 и частотой внешнего воздействия эти два уравнения это одно и то же просто в левой части мы можем вынести m здесь и получить право и отсюда как раз таки нам сейчас будут видны условия резонанса резонанс когда у нас внешняя частота приближается к собственной частоте системы ну и из формулы как раз таки видно то что вот это слагаем у нас обращается в ноль ну и соответственно если у нас нет вообще никакого затухания то есть это гамма тоже 0 то тогда у нас вынужденные колебания идут бесконечности система вообще разрушается такого физических системы конечно не бывает везде у нас есть какие-то какой-то демпфирование или трения и поэтому при малом демпфирование мы можем получить вот такую вот форму здесь просто вот этот слагаем обнуляется и остается только компонента бы нами и таким образом получаем резонансные амплитуду таким же образом мы можем получать сдвиг фазы между внешней силой и смещением системы по формуле 7 и отсюда мы тоже можем увидеть три случая когда у нас частота внешней силы намного меньше чем собственная частота системы то система колеблется в той же самой фазе как и внешняя си потому что вот у нас примерно у нас тангенс дельта будет 0 ну и соответственно сама дельта тоже но дальше тут порядок не очень логично лучше сначала когда тут примерно когда они совпадают соответственно здесь уходят на бесконечность поэтому дельта будет пипа пола и когда у нас внешняя сила намного больше чем собственная частота то дельта будет и как смещение на переде здесь просто случае смещение собственной частоты ну и на практике то как уже говорилось мы не можем рассматривать без демпфирования и поэтому резонансная частота она будет немножко отличаться от собственной частоты она будет смещена на вот такую величину как раз таки поэтому резонансная частота это не та которая в точности равна собственной а вот такой вот выражение ну и и перейдем дальше к системе уравнений собственно когда составляется задача каши у нас есть вот наиболее общее уравнение где у нас учитывается из-за тухани внешней силы причем не обязательно периодическое и для того чтобы прийти к системе уравнений мы просто заделаем следующую замену первую производную меняем на игрек и тогда приходим к системе 10 но для того чтобы у нас однозначно система разрешалась мы должны добавить начальное условие ну и получаем задачу каши и переменные x и y они описывают фазовое пространство где у нас движутся все решения ну и так как у их у нас 2 то это фазовая плоскость сами же значения вот этих вот фазовых координат так скажу каждым начальным значением у нас отвечает гладкая кривая вот фазовой плоскости и если вот мы все начальные значения и соответственно все гладкие кривые объединим то мы получим фазовый портрет ну и вот из такого так сказать такие вот постановки в основном решаются числе на этом у меня всем за внимание значит недостатки правда очень много текста на слайдах не переваривает человек больше чем 7 плюс минус 2 единицы информации соответственно вас должно быть не более чем ну надо на самых тупых рассчитывать соответственно 5 фраз каждый не больше пяти слов ну как бы мы все схлопываем к фразам а каждая фраза тоже может содержать ну или на один рисунок один график и так далее а в целом очень хорошо именно первый этап сделан то есть описана сама физическая модель которую вы исследуете но недостаток следующий там собственно пятого числа сдача этого этапа и на следующей неделе доклад после пятого но вы решили сделать раньше ну что ж тоже это очень хорошо в общем могу сказать что доклад не понравился основное то что правильно было понято что должно быть на первом этапе то есть первая часть работы продемонстрирована ну и достаточно живо доложено спасибо спасибо еще какие то кто-то что-то выступить так 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 да анна александровна я из этой же группы могу представить второй этап нет 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 анна александровна ни в коем случае пожалуйста не не надо торопиться не на смысла не терять связи не надо не надо не надо не надо когда слишком хорошо это тоже не хорошо так доклады скажете дмитрий сергей что-то буду приходить вам больше просто почаще каждый раз николаев хотел доклад и делали ну в целом да я могу конечно который индивидуальный так вот индивидуальный дали это тоже уже на потом нет давайте мы заслушаем вас ваш тогда еще раз в поле да 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 я выкладывал так сейчас секунду так презентация включилась до 2 недостаток сейчас обычно используют экрана 16 на 9 а вы все равно сделали 4 на 3 но там же всего лишь навсего один в одну опцию поставить сейчас а может это я потому что в яндексе включил час секунду можете оправить другом вас сформировано слайды 4 на 3 когда гири слайды нужно было поставить что они 16 на 9 4 на 3 хорошо слушаем здесь тоже аналогичная так сказать структуры но взял тот же самый шаблон вот эховский поэтому сначала содержание это будет основные концепции построение трехмерных графиков можно такие общими словами естественно важно потому что можно учитывать сразу же у нас воздействие двух величин на какую-то третью и они более полно дают нам возможность исследовать данные так как учитывают больше есть также определенные проблемы которые надо учитывать в частности это из-за биологических том как у нас зрение устроено поэтому например масштабирование это то что должны либо совпадать либо соответственно специально подобран быть масштаб таким образом когда одна величина там изменяется в таком диапазоне другая в другом и соответственно изменение этих диапазонов или там на логарифмическую шкалу очень сильно влияет на то как график будет отображаться и от того это надо всегда учитывать как раз таки дальше когда будут примеры рассмотрятся мы увидим влияет ну и рассмотрим сначала типы трехмерных графиков их выделяют несколько этого поверхностные графики они могут быть как каркасными так и просто как поверхность ну вот здесь представлен именно как поверхность пример такой то есть каждому значению функции вот соответствует какая-то по третьей координате получается поверхность дальше можно строить точечные графики рассеяния то есть просто ставим точки в пространстве это часто помогает выявить всякие кластерные зависимости и используется для статистических данных они когда функция строится какая-то непрерывная дальше векторные поля это когда каждой точке пространстве то есть от трех координат соответствует свое направление то есть со свой вектор который тоже имеет три координаты как это говорится это касательная трехмерная пространство и иллюстрируется ну если иллюстрируется естественно гравитационные электромагнитные поля и различные другие величины когда нам важно указать направление и также рисуются контурные тепловые карты это когда у нас цвет уже отображает третью величину а так и изображается график будто двумерный это называют свет тоже важен как когда но недостаток их в том что 40 процентов людей не отличает какой-то цвет в точно поэтому это их будет очень нервировать но тут тогда можно просто градиент по яркости использовать весь не разные цвета чтобы вот в рамках одного ну да 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 черно-белый да конечно но вот цвета до 40 процентов будет а есть ли среди них есть люди принимающие решения то вы их просто заблуждение ну вот как раз таки да цвет очень важен как он иллюстрируется и он может также помимо изображения третьей координаты в целом может использоваться и как четвертая координата хотя я честно когда таких вот прям приложение не видел но в целом это можно использовать то есть цвет может отображать еще какую-то зависит мы строим трехмерный графика цвет будет отображать расстояние до точки нуля до начала координат но это я тоже не интуитивно этому нужно будет учиться для того чтобы читать правильно ну дальше рассмотрим основные средства тут естественно будет далеко не полный список первое там от вот либо это одна из главных библиотек визуализации на питоне и вот здесь вот справа код для построения простенького графика это корень из x квадрат плюс y квадрат и вот он как строится в матплат либо вот что важно здесь вот есть локальный минимум вот в этой вот такой вот впадине и при таком вот угле обзора его не видно и вот если построить например с помощью тикс это вот встроенный редактора в латтехе то получается вот такой график обратив внимание на ось z здесь пять сотых и одна десятая здесь изображен как раз таки вот это вот файл и забегая немножко природ как раз ки следующий это плот ли он позволяет интерактивно взаимодействовать и соответственно крутить по разным углам и смотреть график то вот вот это вот впадина как раз таки вот почему важно тоже подбирать угол еще обзора когда строим трехмерные графики ну и 2 как раз таки это тот самый под ли он интера интерактив нам позволяет и вот рассмотрим еще один еще один график тут уже другой это синус xy вот он построен под для такой вот и если построить его в тикс то получается вот такой вот только часть часть этой поверхности это вот как раз таки а которая посередине остальное все не видно то есть вот снова масштаб очень важно какой рассматривается масштаб и угол дальше матлаб это очень для науки инженерии очень сильно используется она как двумерный так трехмерные и высокий так сказать функционал обеспечивает вот здесь вот тоже синус от x квадрат плюс y квадрат такую более простенькую простенькую параболическую поверхность и вот она построена в тикс этот матлабе не строил как-то не успел скачать поэтому только в тикс здесь поставить ну там не будет больших отличий потому что сам график уже попроще быть дальше я решил взять из немножко другой области чтобы он отличался это визуализм туки он больше для рендеринга подходит и он поддерживает зато много типов данных и форматов вот здесь вот есть библиотека также для питоновской и я попробую отрендерить шар трехмерный вот он такого картиночка получилось у него тут он даже какие-то тени как бы видны ну и вот для сравнения построенных тикс точками вот так вот сфера двумерная сфера и еще даже из другой области паровью он работает тоже для инженеров это в основном для всяких задач аэродинамики или гидродинамики то есть вот когда рассматривают когда моделируют пластичность там разных разных материалов так сказать разных форм когда оценивают как будет сопротивление воздуха работа вот этого как раз таки подобной программе но только в ней я тоже уже не смог по иллюстрировать так в ней работать я уж точно не умею я бы на самом деле пара ю она просто визуализатор и очень много в том числе научных инструментов для того чтобы не делать свой визуализатор они сохраняют расчеты в формате пара view их можно потом визуализировать и действительно наиболее оптимально она подходит для полевых задач и сплошных средств очень сплошные среды можно рассматривать как некий вариант полевых задач да это очень хороший инструментарий и да я думаю что его нужно ввести будет наверно следующем году в в этот предмет он именно используется всеми кто не хочет рисовать свою рисовалку и все ну она очень мощная монстральная даже и все даже коммерческие и используют ну естественно то что я перечислю это совсем не ограничивает всего то есть вот в частности можно добавить пакет тикс который вот внутри латеха же позволяет строить также есть для векторной графики асимптот различные средства компьютерной алгебры то есть дополнительных матлаб это в альфрам мейпл максима и есть еще другие вот программы геогебра маскат тоже и большое количество специфических пакетов под определенные приложения ну вот как раз таки на завершающем слайде тут приведенные приложения ну а в самом тексте реферата вот я как раз описываю какие различные средства визуализации используются вот для областей ну и на этом тоже у меня все спасибо за внимание да спасибо было хорошо конечно вы продемонстрировали еще визуализацию в натуре то есть выполнена своими руками ну да если отроки нарисовать нет ну как бы интерактивно показали как правой визуализацию спасибо спасибо все очень хорошо так есть еще какие-то желающие выступить нету значит да есть еще вопрос да 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 а по проекту получается вот там первый этап ну вот мы сейчас посмотрели с команды как ребята презентуют вот тут ну это по представления проекта и первое это модель презентация по научной проблеме теоретическое описание задачи и так далее вот модель это получается я уже нужно там программу например в питоне или в джуле написать мат так вы пропустили у нас модель есть модель а есть реализация модели ну вот до реализация модель у нас еще что самарский сказал из чего состоит у нас мат моделирование она состоит из модели алгоритмов и комплексов программ у нас модель состоит последний комплекс и программ фактически модель у нас состоит это физическая или техническая система модель этой системы и реализация модели которая собственно записана математическом языке вот на первых первой части хотелось бы нам увидеть именно описание физической модели и реализацию этой модели как вы собственно математическое описание которое вы дальше будете исследовать никаких пожалуйста уточняющий тогда вопрос небольшой ну потому что там отдельно модели описания вот у нас это все идет с моделью об эпидемии вот как бы мы расписали по модели сир это все вот как это строится и также вписали название переменных но вот мы немного не понимаем там же как бы как мы поняли это все надо отдельными документами загружать и вот у вас первый этап по модели сир вы описываете для чего она применяется ну формально для для моделей значит эпидемии но не только далее вы описываете это и представляете математическое описание которое вы дальше будете исследовать вы будете исследовать непрерывные описания в виде дифф уравнений правильно алгебра дифференциальных уравнений вы их все это не переменные это вы описываете математическую реализацию этой модели потому что математических реализации этой модели тоже несколько есть очень популярная дискретная реализация этой модели и дальше исследуется именно дискретная в виде разностных уравнений а вы исследуете в виде непрерывных дифференциальных уравнений вот вы даете описание когда защита диплома идет вы сначала описываете физическую или техническую систему на которой построена модель а дальше даете реализацию этой модели вот комплекс который состоит из физической и реализации это и есть модель при этом физическую модель она идет за пределами этой троицы самарского она вот как-то выделена отдельно это объект описания физическую модель строите не вы а специалисты в этой области если вы одновременно является специалистом в этой области физиком биологом или вообще умным человеком тогда вы можете строить и физическую модель но вы ее описываете а строите вы то есть даете нам математическую модель мат описание то есть первая часть у вас дается физическая модель больные умирающие люди и математическая реализация в виде дифф уравнений а алгоритмы которые будут потом использоваться для этих уравнений они переезжают на второе выступление а программный код то есть комплексы программ это третье выступление понятно да вот точняющий вопрос вот получается в первом ну вот у нас маркдауне есть принципе модель описание модели вот это как один документ который да это все содержит и это мы представляем представляем презентацию презентацию вот она была только презентация да да презентация в чем лучше сделать в техе или в маркдауне хорошо так ну по объему наверное уже глупо спрашивать ну так если примерно ну вот смотрите вот когда дается доклад вам дается вот смотрите десять минут да вот тут на это обычно минута уходит на один слайд поэтому больше чем опять же восемь-двенадцать слайдов это кто тот объем который должен быть у вашей презентации не надо там как вот у нас была защита пятьдесят шесть слайдов товарищ на защиту выдвинул пятьдесят шесть слайдов с ума сойти минута на слайд примерно на 50 секунд на слайд иначе таким образом восемь-двенадцать все хорошо у меня больше нет вопросов если команда что-то тоже хочется спросить нет больше не осталось у меня только есть один личный вопрос да у меня просто так получилось что я к ребятам присоединилась чуть позднее и в ту и силах где был именно выбор той темы по которым мы все это пишем вот я не я это вовремя не отметил какая группа какая вы группа какая вы группа это под нпмбд нет какая какой проект группа проекта 5 5 сейчас сейчас я смотрю группы 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 а пятый проект у меня тут написано лобов и нердоши Правильно? Да, и вот я просто не отметила, что есть. Супонина Анастасия. Супонина. Добавить. Так. Проверьте, что вы должны появиться в пятом проекте. У меня пока ничего не изменилось. У вас должно быть доступ появиться к этапу номер один. Вот у меня пока есть в пейсках ничего не изменилось и доступа нет. Выберите проект. Сейчас. А, тут зависит от выберите проект. Сейчас мы... Давайте я вот так сделаю. Сейчас открываю пункт. Выберите проект. Вы подключаетесь к нему. Проверяете, что вы видите. Я закрываю этот пункт. Хорошо. Ага. Хорошо. Так. Сегодня второе. Второе. Так. Сохранить. Так. Выбирайте проект и проверяйте, что у вас... Да, секунду. Уже зашла. Так. Проект. Да, все, я сделала выбор. И этап у вас появился, да? Доступ к этапам. Да, появился. Все, я закрываю тогда, да. Угу. Так. Все. Значит, дальше какие вопросы? Нет вопросов. У нас больше нет вопросов. Спасибо большое. Сейчас у меня есть по поводу сайта, который там делается. Не получается вставить иконки. Иконки. Что значит не получается? То есть свои использовать. Ну, то есть там вместо того, чтобы вставить нужную иконку, там этот символ. Ставьте стандартные. Стандартные ставки. Потому что в... Ну, можно, конечно. Их нужно в виде SVG файлов класть иконки, и они там будут. Вот я пробовал, например, Рудуэновский наш символ попробовал, в виде SVG сохранил. Что-то он все равно тоже заменяется на символ Хьюго Босс. Там, простите, он в определенном каталоге должен быть. Да, да, я его оставил. Сейчас скажу даже. Ассетс Медиа, если не ошибаюсь, как-то так. А, а сейчас он должен находиться. Нет, там даже, по-моему, под каталог в нем. Нет, сейчас смотрим. Под каталог Айкенс в нем еще. Ассетс Медиа Айкенс. Ассетс Медиа Айкенс. Ассетс Медиа Айкенс Брэндс. По крайней мере, так у меня. У меня Брэндс нет. У меня там вообще не было под каталога в Айкенс. Нет, конечно, нет. Ассетс Медиа Айкенс Брэндс. У меня, по крайней мере, так. Брэндс поставить, да? Ну, хорошо, попробуем. Ага. И вот еще тогда, есть ли возможность выравнивания столбиков? Вот, например, там есть раздел навыки и уменьшения. Вот я там делал несколько колонок, нельзя. Нет, нет. Ну, ладно. Ну, тогда у меня все, спасибо. Да, хорошо. Ну, есть еще вопросы? Тогда до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok